Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Land Rover Defender 2005 года выпуска. Пробег на автомобиле 92 тысячи километров. Заменю подшипники задних ступиц с обоих сторон. Спереди заказали, поменяли, но и сразу решили сзади заменить. Не тянуть, не ждать, когда уже им придет конец. Хотя они могут ходить еще прилично. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса. Поднял автомобиль, снял колесо. Снимаем колпачок. Управденько его поддеваем за край. Колпачок резина пластиковый, здесь наличие смазки. Смазка с водой, потому что частично здесь в коррозии. Берем разживные и снимаем стопор. Здесь дистанционных шайб нету. Откручиваем болты фланца. Снимаем фланец. Снимаем фланец. Снимаем фланец. Так, а вот этого здесь быть не должно. Не знаю, в какой момент времени сюда попала влага, но смазка сбита с водой. Все-таки через колпачок она каким-то образом просочилась. И лучше всего, наверное, вот эти колпачки дополнительно садить с герметиком. Что я сейчас и сделаю. Протру, полерочищу, соберу, обезжирю и посажу еще их на герметик. Потому что воды здесь быть не должно, а это наличие воды. Ладно, чтобы нам снять ступицу, нам нужно открутить суппорт. Суппорт двумя болтами, двенадцатигранная головка. Здесь, конечно, резьбы все дюймовые, не резьбы, а головки. Ну, туда подходит головка на тринадцатигранной. Также здесь трубка, а не шланг. Нам надо будет суппорт маленько отвести и подвесить его, подвязать. Чтобы трубку не отвязывать, систему не завоздушивать. Беру капроновый хомут аккуратненько. Так, разжать маленько надо. Разжимаю колодки чуть-чуть. Снимаю суппорт на трубке. Он маленько движется нормально. И подвязываю его к пружине. Все, вот так вот на трубке он у меня будет и на хомуте висеть. Теперь шум-то с колеса идет, но он не такой большой. Хотя раковина на подшипниках уже наверняка из-за этой влаги есть. Откручиваю гайку. Откручиваю гайку. Ну и все. Снимаем ступицу. Хороший. Димой. Офи висит. Офи висит. Офи висит. Офи constitucion. Офи висит. Офи висит. Осень. Привод я вытаскивать не буду, чтоб лишний раз сальник не тревожить. Ладно, берем, выбиваем подшипники и обоймы. Гайку протер, она в ржавчине. Гайку протер, она в ржавчине, она в ржавчине. Гайку протер. Гайку протер. Берем. Вода не просто чистая, вода с грязью. Здесь было болото, попало-то только через колпачок наружный, если бы пропустил сальник внутренний вот этот, то он бы бежал, а он не бежит, он был сухой. Выбиваю обоймы. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Общая рабочая площадь видна, а раковин нету, поэтому подшипник особо-то и не шумел. Ни один, ни второй. Вот он, видно, темный относительно того. Ну, без раковин, раковин нету. Так что вода здесь попортила, конечно. Они бы еще ходили, но так как мы их все равно лезли менять, поэтому тут вода для нас никакой роли не играет. Вычищаем все. Берем новые подшипники, забиваем обоймы. Только обоймы не забивать буду, а запрессовывать. И набиваем новой смазкой. Сейчас здесь протру все и помою. Чистенько. Подшипники сзади точно такие же, как и передние. 713-62-0010. Это фирмы ФАК. В комплекте идет новый сальник, шайбы. Две разных, но мы их устанавливать не будем. Два подшипника, стопор и прокладка. Беру обойму. Смазываю немножко смазкой. Посадку. Той же смазкой, что буду набивать. Беру оправку. Беру оправку. Беру оправку. Той же смазкой. Смазка. Верб Sunny. Беру оправку. Не скрыть. Тота. Ставка. Тот. Ставка. все обойма сидит на месте снизу он смазка по бокам выдавилась теперь беру подшипник и по кругу его набиваю отсюда смазкой чтобы он был сам по себе набит и с одной стороны и также набиваю и отсюда и с другой стороны подшипник набил также пройду здесь сверху еще и дальше он сальником закроется беру сальник беру оправочку а КОНЕЦ Сальник давить вообще сильно не нужно Он чуть-чуть и садится на свое посадочное место Раз уперся, дальше я его не давлю Также мы со второй стороны запрессовываем обойму подшипника Обоему запрессовываются конусом наружу Кто-то скажет не умничай, не умничай ни в коем случае Просто приезжал человек, просил сделать ему на Неве ступичный подшипник Когда он съездили к нему, он сам пытался сделать И к сожалению он подшипники поставил наоборот конусом вовнутрь КОНЕЦ 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 Все, но звук поменялся, даже слышно Также набиваем внутри смазку Между обоймами Ставим дистанционное кольцо Ставим дистанционное кольцо И добиваем вокруг кольца КОНЕЦ 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 Набиваем второй подшипник Все, второй подшипник тоже набил. Ну а теперь идем устанавливаем ступицу на место. Сальник сухой, здесь маленько смажу заход. Беру шайбу наружную, которая у нас между подшипником и гайкой, сразу ее прижимаю к подшипнику. Срез у нас здесь вертикальный. И вот ее сбоку ровненько заводим. Все. Берем. Эту смазку я здесь уберу. Она с этой стороны здесь не нужна. Вот. Вот даже по гайке видно, она вся рыжая. Принцип затяжки здесь такой же. Затягиваем. Опять же затягиваем до тугого, но не до безумия. Все. Вот. Дальше она уже не идет. Пробуем, как крутится ступица. Как видно, ступица крутится туго. А теперь мы ее одну шестую оборота отворачиваем обратно, ориентируясь по шпилькам. Шпиль опять, поэтому одна пятая, а я разделяю. Одна шестая, это будет вот здесь вот. И как крутится теперь ступица. Все. Беру молоток и фиксирую гайку по вот этому срезу. Вот он срез. Протираю. Здесь я уже почистил, срезал старую прокладку. Также вычищу сейчас здесь, срежу остатки прокладки на фланце. И на новую прокладку ссадим. Почистил фланец, ставлю прокладку. Центрую ее парой болтов. Болты с герметиком. Вот так вот сделать. Ступор тоже ставлю новый из набора. А вот теперь наживляем. Болты я затянул. Вот этот пазик я протер. А теперь я его обезжирю обезжиривателем. Также почистил колпачок. Колпачок тоже внутри обезжирю. И герметик я нанесу именно в этот пазик. Потому что если я нанесу на колпачок, одевая отсюда, он останется здесь. А нанеся его в пазик, когда я колпачок защелкну, В колпачке есть буртик, который в этот паз встает. Этот буртик как раз и защелкнется в герметике, выдавив остатки наружу. А я потом уже их протру. На переднем колесе я сделаю точно так же. Беру колпачок и одеваю его. Все. А теперь он пускай приклеится на герметик. Дополнительно будет герметично. Я больше чем уверен, что грязь попала в ступицу с водой. Именно через это место. Ставлю на место суппорт. И наживляю болты. И наживляю болты. Затягиваю. Затягиваю. Здесь верхний болт неудобно. Его можно такой маленькой трещоточкой с маленькой головкой подвести. Нижний то он нормально. Вот я его подвел. А теперь накидным ключом его затягиваю. Нижний уже обычной головкой нормально встает. Суппорт я затянул. Смазываю шпильки. Аналогичным образом меняю со второй стороны. И на этом замену подшипников задней ступицы я закончил. Всего вам доброго. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.